Совсем юные пожарники и спасатели из разных уголков страны приехали на 11-ю смену служить России во Всероссийский детский центр «Океан». 16 команд проявили свои навыки в тушении пожаров и проведении спасательных работ. Среди них были и представители Омской области, 11 учеников кадетского класса, 16 юных спасателей и пожарных и 5 человек из экологических дружин. Участникам было уготовано немало испытаний – полоса с препятствиями, пожарная эстафета, кросс, медицинская подготовка, проведение поисково-спасательных работ и еще множество не менее интересных и непростых конкурсов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Омские ребята сумели достойно представить наш регион на состязаниях, завоевав множество наград. Особо отличилась команда Кормиловской школы номер один, ставшая лидером на этапе медицинская подготовка с показателем 57,5 баллов из 60 возможных. Не оплошали ребята и в личном зачете. Доказательство тому – два серебра на 100-метровой полосе с препятствиями. В личном зачете – это первая награда. Так мы уже выезжали на соревнования и занимали места. Награда для меня – это очень значимо. Я от тебя результата такого не ожидал и как очень рад. Добиться тяжело, нужно много тренировок. На соревнованиях еще сложнее, потому что волнение, какой-то страх из-за этого еще сложнее. Нужно уметь как перебороть это. И если получается, то можно что-то выиграть. В Омске на перроне железнодорожного вокзала с медалями и подарками своих героев встречали представители главного управления МЧС России по Омской области. Ребята тоже не остались в долгу. Они, в свою очередь, вручили провожавшим и встречавшим их сотрудникам МЧС памятные сувениры из Владивостока. Очень приятно, что дети не забыли и про нас, в том числе и руководитель. Я говорю, мы давно с ней дружим, давно. Поэтому очень приятно. Подарки эти мы у себя ставим в нашем выставочном зале в музее. Большое спасибо им. Отметим, что завоеванные в океане награды далеко не первые на счету воспитанников школы спасателей Кормиловского района. Но, как отметила их руководитель Ирина Евсеева, ребятам еще есть куда расти. А 13-й год для нас стал звездным. Юные спасатели у нас заняли первое место. Но уровень участников растет. Он постоянно растет. И нам есть к чему стремиться. То есть вот эти соревнования показали, что действительно нам нужно дорабатывать какие-то моменты, чтобы вновь стать первыми. На следующий сезон настрой боевой. А пока ребят ждет тщательная подготовка с учетом выявленных в ходе соревнований пробелов в их знаниях и навыках, чтобы они смогли еще лучше и самоотверженнее служить России.